Дорогие мастера, всем привет! Сегодня на видео я выполняю объемное наращивание ресниц Голливуд. На видео наша моделька с достаточно не очень густыми ресничками, так как она ко мне пришла после не очень профессионального, видимо, мастера, который залил ей реснички клеем и этот пласт клея выпал просто вместе с ее ресничками. Значит, как мы выкручивались из этой ситуации? Она хотела голливудский объем, но месяц назад я ей посоветовала сделать немножечко легче объем. Мы сделали 4D, она успешно с ним аккуратненько проходила, отрастила реснички и вот в этот раз мы решили сделать ей голливудский объем. Поэтому на данном видео я вам хочу показать, как выглядит голливудский объем при наращивании ресниц. Сейчас я делаю каркасное наращивание ресниц. Еще хочу сказать, девочки, не заливайте клеем ни в коем случае. Выбирайте клей так, чтобы он минимально цеплялся на ресничку. Набирайте его по минимуму на ресничку. Он не должен их утяжелять. Причем при объемном наращивании ресниц клей пытается впитаться между ресничек и пытается набраться больше. Постарайтесь подобрать и выбрать хороший клей. В этом видео я делаю наращивание ресниц каркасом, чтобы больше вам показать и хорошо, как выглядят именно пучочки. Обычно, кто следит за моим видео, знает, что я больше люблю наращивать книжечка и ресничку за ресничку. Но в данном видео для новичков я решила показать, как выглядят именно пучочки. Реснички я использую 6-9 штучек. Обычно использую в Голливуде 11 где-то ресничек, 9-11. Но на данный момент мне не хотелось утяжелять и так уставшие реснички нашей модельки. Поэтому мы выкрутились таким образом. 6-9 ресничек и шло на одну ее ресничку. Очень легких, толщиной 0,07. Вот такой результат получился. Один глазик. К сожалению, свет немножко упал так, что на фото лучше видно результат, чем на видео. Ну, я надеюсь, вы заметили, какой у нас получился результат. Значит, в этом видео я использую клей фирмы iBeauty с ражевой крышечкой. Честно говоря, это третья бутылочка, именно третья, она меня немножечко подвела. Клей дольше фиксировался. Сцепка была около 2 секунд. Я от него такого не ожидала. Обычно это максимально быстрая сцепка. Ну, в этот раз вот у нас получилось немножечко подольше. Сейчас я на реснички наношу закрепитель, который усиливает сцепку между клеем и нарощенной ресничкой. Заполняет промежутки, которые где не взялся, возможно, клей. И мы будем смотреть на результат, какой у нас получился. Значит, данное наращивание я выполняла где-то по времени 2 часа 20 минут. Это, девочки, из-за того, что клей меня немножечко не слушался. Так обычно на объемное наращивание уходит около 2 часов. Значит, на видео сейчас вот результат. Тоже свет упал так не очень хорошо. Один глазик совсем засветил. Но на фото, можете, вот дальше будет фото, вы сможете увидеть действительно, какой получился. То есть, видео не передало настоящего вот жизненной картинки. Вот на фото больше видно результат. Дорогие девочки, ставьте лайки. Сегодня это был голливудский объем. Будет еще больше видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok